Учиться игре на фортепиано и не сыграть полет шмеля не учиться. Чтобы сыграть это произведение римского Корсакова, нужны четкий слух, быстрые пальцы и, конечно же, настроенный инструмент. Для пианистов настроенный инструмент имеет очень важное значение, потому что на испорченном инструменте сыграть правильно невозможно. Если ребенок будет играть на не расстроенном инструменте, у него просто испортится слух. В Ленской музыкальной школе 15 фортепиано. В каждом по 10 тысяч деталей, которые ежедневно находятся в движении. Устройство ничуть не проще автомобильного движка. Из-за высокой игровой нагрузки фортепиано в музыкальных образовательных учреждениях быстро расстраивается, и поэтому нужно быстро устранить неполадки, чтобы продолжить работу на инструменте. С этим сможет справиться фортепианный мастер. Геннадий Курапов профессионально настраивает фортепиано 30 лет. Его задача – ноту за нотой привести инструмент к идеальному звучанию. С помощью маленького резинового клина специалист зажимает струны, а стержень для их натяжки, колки, подкручивает настроечным ключом. Но самое точное орудие Геннадия, конечно, слух. Те, кто без музыкального образования, мы все равно, и теорию музыки проходили, все это естественно. Но самое главное, надо иметь просто внутризонный интонационный слух. Это необычный слух, потому что надо уметь слушать колебания музыкальные. Музыканты их не слышат. Учеников у Геннадия Михайловича нет. В Ленске он единственный специалист. Невостребованной профессией настройщика делает технический прогресс. Блокированные инструменты уступают место электронным собратьям, не нуждающиеся в настройке. Однако музыканты уверены – никакая электроника не в состоянии заменить звучание классического инструмента. Может, все-таки профессия не умрет? Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».